Субтитры сделал DimaTorzok 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 Факт номер один Красный ненавидит алкоголь, его не употребляет, презирает людей, которые это делают и всячески старается этому противодействовать Факт номер два Ни один человек в столице не знает, в каком настоящий цвет волос желтый. Даже она сама Факт номер три Большую часть своего свободного времени оранжевый занимается самообразованием во всех сферах Факт номер четыре Синий Единственный из изымателей, использующий прозвище еще живого своего предшественника Факт номер пять Фиолетовая не звучала, не звучит и никогда не прозвучит во внутренних тенях Факт номер шесть В отличие от прочих изымателей, голубая никогда не была по-настоящему заинтересована в изымательстве Более того, это не было ее основной профессией Факт номер семь Зеленый обладает минимальными социальными навыками Не умеет толком ни с кем общаться Всегда был готов вспылить И со Штайн ему, можно сказать, очень повезло И напоследок В произведении всего десять изымателей, и все они уже появились в первом акте Ставлю на корону На черное Ставлю на черное А-а-а, смешно Или на красное На красное На зеленое Ах, е**, какие интересные ассоциации Ладно Вопрос номер один Насколько стало известно слушателям В произведении есть двое персонажей отринутых, которые таковыми не являются Первый это Яков Крейг А второй Неизвестно Так вот вопрос Появлялся ли он вживую на волнах нашего повествования Это сложный момент Мы можем сказать скорее да, чем нет И мы можем сказать, что во втором акте это будет показано гораздо более ясно Следующий слушатель считает, что наш проект это новое поколение в аудиокнигах И спрашивает, как мы планируем дальше развивать это Будет ли подобные проекты такие в будущем Возможно, но пока идут внутренние тени, мы не готовы давать какого бы то ни было ответа на этот вопрос Сначала нам нужно до конца рассказать историю столицы Следующий вопрос Узнаем ли мы что-нибудь о бабушке гнили? Вопрос, конечно, интересный Вы что, правда этого хотите? Технически мы уже отвечали на этот вопрос, рассказывая о бабушке гнили в сообществе резиновые филины Ссылку на которую вы можете найти в описании группы Но кое-что мы можем добавить и сейчас Бабушка гниль положительный персонаж И на самом деле это не совсем бабушка Следующий вопрос довольно популярен Подписчик интересуется, какие сюжетные линии не сыграли из-за смерти персонажей Либо каких-то решений по голосованию Нам очень сложно отвечать на такие вопросы Потому что, как вы сами можете понять, произведение идет очень нелинейно Многих сюжетных линий или веток мы сами даже до конца не способны вообразить и представить Я предлагаю Проштаян Да, а если бы главный герой направился к Штайн, когда у него представлялись такие возможности То ближе к финалу первого акта Его бы связал с ней не просто интересный сюжетный ход, а крепкие узы брака Лукаш Тайнхель стал бы его товарищем Отец... как его зовут? Лукас А отец Лукас направил бы пару десятков наемных убийц, но это совсем другая история Умерла бы Штайн или нет? Ну, кто теперь знает Работа на печатной версии первого акта ведется? Отвечаешь на пацана? Еще один довольно популярный вопрос Подписчик интересуется, будет ли у Теней печатный вариант и вообще какие подвижки-то в эту сторону есть? Работа над этим ведется Отвечаешь Нет Так, пишется На самом деле, очень хочется, потому что у нас есть 1200 страниц текста, которые мы планируем так или иначе издать, но пока это все в очень плавающем состоянии Если его переписать под печатный вариант, 1200 превратится в полторы, а то и 1800 Еще один вопрос Знают ли сами создатели о том, как все закончится или произведение настолько интерактивно, что его конец не предсказывает? Мы знаем, как это может закончиться Нам известны основные вехи, основные механизмы и основные силы Но вот взаимодействие их, выбор слушателей и искра вдохновения могут совершенно непредсказуемо на это повлиять Перевернуть все с ног на голову Или с головы на ноги Очередной вопрос Несменный правитель, будет ли ему отведена роль в текущем акте и кто он вообще такой? Да, про несменного правителя мы готовы рассказать Эта личность... Мы не можем рассказать эту информацию Очередной вопрос Сколько планируется актов? Два Два Кое-кому не дают покоя голоса людей, которые следили за Фитсом в сцене его боя с кувалдой Некие личности, которые наблюдают за перемещением и приключениями главного героя Расскажем ли мы о них? Да Все эти люди, все 4000 подписчиков будут упрянуты в титрах второго акта А если серьезно, возможно упоминания их появятся очень скоро Следующий подписчик интересуется Какие первоисточники вы употребляете при работе со степными сказками? Будет ли издан какой-то сборник этих преданий, легенд сказаний? Будет ли издан сборник этих сказок? Вопрос интересный, но до конца работы над вторым актом мы этим заниматься точно не будем А вот вдохновение для сказаний степи и городских легенд морок, столиц и всего прочего Черпаются отовсюду В первую очередь отсюда Во вторую из легенд индейцев, монголов и прочих коренных таких классических кочевых степных народов Следующий вопрос Будет ли в новом акте раскрыта личность Плаксы? Что-то рассказано о нем подробнее Напомню, Плакс это степняк, который ехал с Марком Дайном из зоны адаптации и уехал дальше У Плакс во втором акте будет очень большая роль, с помощью которой мы планируем раскрыть то, что связано с искусством в мире столицы и внутренних теней в целом Его личность будет, если не сказать очень важной, то направляющей и очень колоритной Отвратительный тип Да, полностью Еще один вопрос Появится ли во втором акте синий и услышим ли мы голоса оранжевого и черного? Возможно, вы услышите даже больше, чем ожидаете И, возможно, синий появится еще до начала второго акта Вопрос от Марии Кузнецовой, которую мы не можем не упомянуть Замечательного художника, который сопровождает проект практически с самого начала его выхода Итак, поехали! Планируются ли еще конкурсы для поклонников произведения? Конечно Будут ли опубликованы еще фанфики? Они уже написаны и да, будут Естественно, один из них написала она Будут ли еще игры, подобные ретроспекциям? Мария не написала нам игру? Нет Нет, не будет Значит, не будет играть Извините И самый главный вопрос Как вы планируете расширять проект? Мы не знаем Мы, безусловно, планируем расширяться Идет работа над сайтом И об этом чуть позже Но любые ваши идеи будут нам очень полезны Потому что, к несчастью, мы не маркетологи Мы можем придумать, написать, записать, сыграть, что-нибудь еще сделать Но с продвижением у этой головы... да и у этой головы все как-то не завалилось Нам нужно продвижение Очень, очень нужно И самый важный вопрос Сколько у Вячеслава непрочитанных ЛС? Неважный вопрос А если серьезно, то сколько в среднем времени уходит на 10-минутную часть? Ну, это, конечно, зависит от того, о чем эта часть Ну, в среднем записью актеров со сведением, с монтажом, ну, можно сказать, что где-то около суток Добавьте сюда межгород, неожиданные накладки Невозможность записать кого-то прямо здесь и сейчас Это все очень трудозатратно на самом деле И даже небольшие интродукции, там, по 6-8 минут, отнимают огромное количество времени Видите, какие мы классные Любите нас Любите нас Итак, друзья, сегодня нам 3 года За эти 3 года мы успели сделать первый акт Написать около 1200 страниц текста Перевести это в 45 часов записи Прилечь к этому 50 актеров И... Сделать наметки на продолжение сюжета К сожалению, именно сегодня, в день, когда вышел первый эпизод «Внутренних теней», мы хотели запустить второй акт Но мы несколько отложим этот срок Поймите нас правильно, мы работаем над тем, чтобы второй акт был максимально хорош как и внутри повествования Так и над его внешней составляющей, сайтом и всем прочим Мы не собираемся надолго откладывать его выход и вам, я надеюсь, не придется скучать в его ожидании Так что оставайтесь с нами И не оставайтесь в темноте Стоп-стоп-стоп-стоп! Самое главное Вопрос Внимание! Вопрос Изабелла Хеймс не подходила под классическое описание «Жертв Резака» И не проявляла каких-то особых талантов Так кто же и, самое главное, зачем её убил? Мне кажется, мы постарели. Мне кажется, у нас кончилась фантазия.